Продолжение сегодняшнего дня это 1 мая 2016 года. Это я пришел сейчас с пруда, возле храма у нас находится, который сейчас иду на лагерный пруд. Вот Коршун, красавец летает. Вот он парит как. Господь дал ему такие чудные крылья большие. И вот там кто-то в лесу, в кустах вернее деревьев, там вдалеке показываю. Видимо какие-то птицы и то ли там у них гнездо, то ли что. И он там почему-то постоянно кружит над ними. Сейчас поближе подойдем и посмотрим. А там видно уточки вон взлетели. Вон они. Вот они летают. Как мы видим здесь вода не доходит до нашего слива, который мы делали осенью. Потому что там был промыв, я его сейчас покажу, недалеко отседовал. Ну и там уходит по старому сливу. Старый слив открыли, чтобы не размыло там в середине плотину. Тут тоже промыло водой весеннее видимо. Бежала вода тут. Вот здесь вот поломало. Тяжелый снег был и сломало. Вот жерсть сломала. Тут у нас бревнышка лежала. И вот тут доски. Это уже местные сделали так. Вот они соединили их таким образом. Нам потом еще Игнатьев сказал дополнительно все это сделать. Сделаем с Божьей помощью. Вот так вот выглядит здесь. Вот здесь мы уже начали работу. Уже подходим к концу. Немного до слива-то осталось. Садим черенки от ветер. То есть пилим вот такие вот ветки толстые, тонкие деревьев. Пилим их на части. Где-то по метр пятьдесят. Чуть покороче бывает даже. И садим. Сейчас покажу, что мы сделали за среду, четверг и пятницу с братьями. Вот. Вот так вот мы здесь вот закончили за эти три дня. Думал, что быстрее получится, но не получилось, к сожалению. Вот мы сверху замазываем глиной. Все где какие срезы есть. Вот они сделали два ряда. В три я уже не стал делать. Слишком много времени уходит. Вот. И вот в этом месте как раз случился промыв. Вот он, показ. Здесь вода бежала весной. Братья здесь заделывали. А здесь они вылили яму. Хотели, как они говорят, бобровая нора, хотели ее раскопать. Но так дальше не пошли. То есть не хватило у них терпения сделать это. О, сколько комаров по воде летают. Комарики. Кладятся. Скоро начнут уже кусать нас. Ну, тут я не знаю, видно не будет, скорее всего, что тут. Ну, кое-что они тут заделали. Видимо, там она на глубине случилась промыв-то. Тут не видно сверху. Вот. Ну, интересно, сколько их тут комаров-то. Вот как они кружатся тут. Господь все чудно сотворил. Аллилуйя, только и поешь Господу. Сейчас они размножатся и начнут людей кусать, животных. Каждый год у нас происходит с ними борьба. Вот так вот мы насадили. Это мы еще тут не наводили порядок до конца. Вот когда доделаем, тогда наведем порядок. Здесь два ряда. Разные диаметром. Толстые, тонкие. Приходится делать ветки. Складываем тут, чтобы коровы не шли. Вот как выглядит старый слив здесь. Вот он. Две доски стоит примерно. Вот. Две или три даже. И вот здесь вот как стекает она, водичка. Здесь омут небольшой такой. Даже иногда рыбка попадается. Вот видно наши плантации, которые выкосили камыша с Божьей помощью. На строительстве шалаша возле лагеря Стана. Здесь черенки и везде мы глины замазали. Так получилось. От 4 ряда. Подвес с каждой стороны. Толстые, тонкие. Толстые, тонкие. Высокие, низкие. Толстые, тонкие, тонкие. Это уже садил Виктор Николаевич Савченко с одним братом Вячеславом Волковым. Насколько комаров по воде летают. Насадили их. Это надо будет, как я понял, еще будет надевать. Где от воды далеко находятся, иначе они засохнут. С братьями прием. Нас сейчас трое. Никита Колесников. Другой приехал сейчас. Виталий Колесников. И вот тут мы с двух краев тоже посадили. В дворе, да. Эти ветки мы накидали специально, чтобы коровы сюда не ссувались. Иначе они тут все сомнут. Продолжение следует. Всю нашу работу. Вот так выглядит лагерный пруд. Слава Богу за все. Слава Христу. Далее. Слава. Продолжение следует... Спасибо.